Дар Борисович, я пришла к вами посоветоваться. У нас в последнее время очень много изменений прошли. Наша франчайзинговая модель показывает высокую эффективность в развитии успешного бизнеса, в прибыльности. И сейчас у нас формируется довольно много вопросов и запросов от партнеров на масштабирование данной модели. Мы очень много работы проделали в прошлом году для развития и адаптации данной модели на международный рынок. И очень важно знать, готовы ли мы развивать модель в дальнейшем как мастер франчайзинга. Ольга Павловна, вы имеете в виду, что чтобы в одном городе, когда, если, допустим, условно Красноярск, если они взяли у нас эксклюзивно на свою территорию франчайзинг, чтобы разрешить им присоединять другие действующие агентства по модели субфранчайзинга. Да, все верно. То, что мы обсуждали. В прошлый раз я был против этого, еще несколько лет назад. Сейчас мы на самом деле видим, что ситуация меняется. Вот этот наш принцип, что мы даем эксклюзивное право, он правильный, на мой взгляд, на город, на территории. Но одновременно с этим мы сейчас от него отходим в последнее время. По новым договорам, особенно в некоторых странах, мы сразу договариваемся, что мы имеем право дополнительное. Мне кажется, это тоже честная, открытая политика. Также честная, открытая политика, что те города, где мы эксклюзивное право оставляли и говорили, что если вы выполняете все нормативы по доле рынка, то без всяких проблем растите дальше и развивайтесь. Вы только за, что называется. Но в свете всех последних событий, изменений на рынке, изменений конкурентной среды, не секрет, мне кажется, правильным будет всем разрешить территории приравнять не просто к франчайзи-партнерам, а к мастер-франчайзи-партнерам на своих территориях в рамках договора и разрешить присоединять другие действующие агентства. Точнее, присоединять, это, наверное, неправильное слово, совместно работать с ними. Единственное тут, конечно, пожелание, чтобы осталось одобрение за центральным офисом. И надо продумать там финансовые условия, но мы их продумали в целом, правильно, уже? И они по большому счету есть. Поэтому давайте, я думаю, что пора уже поменять этот подход, одобрить. Я знаю, что у нас уже есть первые заявки. Мы в некоторых территориях пробно работали внутри России по мастер-франчайзингам. Но так, чтобы прямо открыто об этом объявлять, официально еще не было. Но я думаю, время пришло, что называется. Также хочу отметить, что по международному развитию мы тоже до этого не шли мастер-франчайзингом. То есть у нас все-таки была история с городами. То есть условно в том же Казахстане, Узбекистане, Беларуси мы все-таки продавали франшизы на города, на конкретные. Но сейчас, на мой взгляд, время пришло тоже поменять подход. Некоторые крупные регионы и страны, такие как, например, Индия, я считаю, некоторые страны Азии, возможно, Ближний Восток, нужно развивать через модель мастер-франчайзинга. Она себя зарекомендовала в мире максимально эффективно, успешно. И, в принципе, мне кажется, и нам надо так же идти, этой моделью. Конечно, где-то по традиции со своими, наверное, какими-то изменениями, но как базовая модель, она верная абсолютно. Вот поэтому будем считать, что это решение принято. И с сегодняшнего дня мы по-новому будем уже шагать по развитию модели франчайзи-партнерства. Продукты быть? Да, сто процентов. Хорошо.